Вспомним, что интерференцией световых волн называется сложение двухкогерентных волн, вследствие которого наблюдается усиление или ослабление результирующих световых колебаний в различных точках пространства. Условием интерференции является когерентность световых волн. Для усиления волн необходима одинаковая фаза, следовательно разность хода должна быть кратной четному числу длин полуволн. Для ослабления волн они должны приходить в точку в противофазе, то есть для этого разность хода должна быть кратной нечетному числу длин полуволн. Различные цвета тонких пленок – результат интерференции двух волн, отражающихся от нижней и верхней поверхностей пленки. Вспомним, что дифракционная решетка – это пластинка с большим числом чередующихся прозрачных и непрозрачных полос. Проверим, как зависит расстояние между интерференционными максимумами на экране от длины световой волны и периода дифракционной решетки. Сначала будем увеличивать длину световой волны от 380 до 760. Мы видим, что расстояние между максимумами интерференции увеличивается от 1,9 до 3,8 см. Можем сделать вывод, что расстояние между интерференционными максимумами на экране прямо пропорционально периоду дифракционной решетки на длине световой волны. Теперь будем менять период дифракционной решетки, увеличивать от 10 до 25 мкм. Расстояние между интерференционными максимумами будет уменьшаться от 1,9 до 0,76 см. Следовательно, можно сделать вывод, что расстояние между интерференционными максимумами на экране обратно пропорционально периоду дифракционной решетки. Полученные результаты подтверждаются теорией. Согласно формуле дифракционной решетки, расстояние между интерференционными максимумами прямо пропорционально длине волны падающего света и обратно пропорционально периоду дифракционной решетки. Проведем второй опыт с CD и DVD дисками и лазерной указкой. Глядя на диски, мы видим цвет отраженного от них света из-за того, что диски представляют собой дифракционные решетки, работающие на отраженном свете. Положим диски на стол оптическими дорожками вверх. Перпендикулярно поверхности стола установим экран. Направим луч от лазерной указки под углом около 45 градусов к плоскости диска. На экране наблюдаем интерференционную картину. Сравним интерференционные картины, получаемые от CD и DVD дисков. Для наглядности можно поместить диск в сосуд с водой. От разных дисков луч отражается и образует максимумы интерференции под разными углами, которые различаются примерно в два раза. Можно сделать вывод, что период дифракционной решетки, образованный DVD диском, больше, чем период дифракционной решетки CD диска. То есть оптические дорожки на DVD диске расположены более плотно. Проводя опыты с лазерами, будьте осторожны. Лазеры даже самой маленькой мощности могут представлять опасность для зрения. Продолжение следует...